Несколько недель назад на этом месте лежали горы мусора. Работники ботсада и волонтеры отходы убрали и вывезли. Но через пару дней пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и использованная одноразовая посуда вновь начала появляться прямо у входа в заповедную зону. Алексей Поляков уверяет, убирать приходится после каждых выходных и праздников. Люди, когда приходят здесь на пикник, они сначала очень хорошие люди, культурные и ведут себя достойно. Но когда они отпраздновали что-нибудь, у них совсем другая психология появляется. И они уходят и после себя оставляют мусор. Алексей Поляков добавляет, не прекратили любителя отдыха на природе и жечь костры. Из-за этого на заповедной территории случился пожар. Пока от масштабных возгораний спасает пасмурная погода и меры предосторожности. Вот такая полоса вокруг войны ежегодно проводится трактором с плугом. И здесь нет горючего материала на ней. Поэтому если низовой пожар или трава начинает гореть, то через эту полосу она не проходит. И поэтому это является препятствием для распространения пожара на данной территории. Директор ботанического сада отмечает, реакция властей на проблему уже есть. Поэтому сейчас руководство научного учреждения разрабатывает план реконструкции дендрария. Вокруг заповедной зоны придется поставить забор длиной более километра. В целом на сегодняшний день для того, чтобы полностью оградить дендрарий и навести там соответствующий санитарный порядок, это потребуется около 800 тысяч гривен как минимум. Привести в порядок заповедную зону областные власти помогут, подчеркнул Андрей Шишацкий. Он уже предложил такую инициативу депутатам. Мы сейчас ждем от руководства сада ботанического непосредственных уже смет по дальнейшему наведению порядка на территории ботанического сада и по строительству того же забора, по восстановлению, по очистке территории. Мы готовы ему подставить плечо. Пока же из областного бюджета выделят миллион гривен на окончание реконструкции, оранжерейного комплекса, ботанического сада, прокладку пешеходных дорожек и новые скамейки. Уже сейчас заповедную зону охраняют конные патрули казаков. Екатерина Пороханяк, Руслан Новиков, Панорама.